Представляете, немножко другая совершенно могла быть ситуация, если бы ваш игрок реализовал пенальти. По поводу назначения пенальти у меня остается вопрос, потому что по современной трактовке правил, если игроку попадает в руку от части своего тела, пенальти не назначается. Он не играл рукой, он упал, и от ноги мяч ему скользит в руку. Ну ладно, хорошо, что так случилось, что пенальти был не забит. Конечно, это придало нам определенные силы, всегда такой момент должен положительно сказываться на команде. Ну а дальше ребята сыграли так, как в принципе и надо сыграть было, понимая, что факел при этой схемке, они сохранили схемку последнего матча с нефтехимиком 3-5-2, будет играть именно так. Были нюансики сбровки, надо было чуть-чуть немножко подсказать. Во втором тайме справились вначале, соперник перешел на другую схемку, и нам стало по мере забивания мячей уже легче. Концовка была уверенно доведена до победы. Но счет, я бы сказал, не говорит о том, что она была легкой, ни в коем случае. Мы понимали, что факел будет сегодня определенный эмоциональный подъем, и предупреждали, что несмотря на последнее место, болельщики тепло воспримут команду и будут поддерживать, что в общем-то так и случилось. Ну, ребята наши молодцы. Александр Михайлович, вы в этом сезоне ведете борьбу за четверку, и при этом прошли в 1-8, и благоприятная сетка по кубку. Есть какие-то приоритеты, или идете от матча к матчу? От матча к матчу. Вы сами правильно говорите, от матча к матчу. Сейчас попробуй только скажи, что, ребят, у нас через игру с Балтикой и Мордовией, а там кубок, все, не будет качественной подготовки. От матча к матчу. Сейчас пойдет график очень у нас напряженный. Мы возвращаемся в Балтику, едем на автобусе в Мордовию, из Мордовии через два дня, вернее, сразу переезжаем, и игра через два дня с Нижним. Возвращаемся и снова играем с Нижним, но у себя дома. Такой график. И в нем есть несколько вещей, какие нужно соблюдать. Готовимся к конкретной игре, эта игра самая важная, и все делаем для восстановления качественно, чтобы восстановиться к следующей. Постараемся этому следовать. Приоритетов каких-то, четвертое место или кубок, я считаю, не надо выставлять. Они появятся сами перед игрой. Сетка по кубку благоприятства. Дерби с Нижним, Жеребьевка улыбнулась с Нижегородцем, они дома на прекрасном стадионе. Опыт, как с ними играть, у нас уже есть, и достаточно положительный. Давайте доживем до этой игры, сейчас будем принимать дома Балтику. Вы приезжаете каждый год в Воронеж, а в последнее время оцените газон, пожалуйста. Ну, достаточно качественный. Были времена, и лучше был газон, были времена, и хуже. Достаточно качественный газон. Вот, допустим, сетка, которая за воротами была, убралась, и уже видит немножко другой стадион. А вообще, если честно, не нашего этого ума дело, но мы когда вчера проводили предыгровую тренировку, наше общее мнение тренерского штаба, что стадион расположен в шикарном месте. Вот, провести реконструкцию, сделать современным, с козырьками, с удобными местами. То есть, осовременить стадион, это касается многих городов, в том числе Ярославля. Не хотелось бы, чтобы только наследие чемпионата мира закончилось на тех стадионах, которые были выстроены. Есть Россия, другая, есть Воронеж, есть Ярославль, есть другие города, где нужно также строить современные стадионы. И в Воронеж, в том числе, место у вас также шикарное расположение этого стадиона. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok